Привет, меня зовут Вадим и с вами лаборатория по проектированию и созданию видеостудий под ключ Видеодоска. Сегодня я расскажу про то, что максимально сэкономит ваше время при записи любого материала, где приходится проговаривать много текста. И это уникальный телесуфлер нашего производства, он с микропроцессором и нашим же программным обеспечением от компании Видеодоска. Итак, его назначение, как и назначение любого суфлера, облегчить спикеру жизнь, показывая на экране текст, который теперь можно не заучивать перед каждым дублем, а тем более, если у вас прямой эфир, стрим или вебинар. Кстати, этот текст я читаю с нашего суфлера. Ну а в чем же его уникальность, спросите вы? А в том, что он абсолютно автономен, то есть для его работы его не нужно подключать к компьютеру или дополнительному монитору. Из чего же он состоит? Давайте разберемся. Давайте снизу вверх, с самого очевидного. Это штатив. Крепкий и устойчивый. Выставляйте нужную высоту. Отлично. На штативе стандартная визьба на 1,4 под камеру. На нее крепится платформа для монитора и сам 19-дюймовый монитор, с которого и идет текст. Далее идет пластиковый лист под углом. Именно он отражает текст с монитора в удобный читаемый вид. Сделан он из специального материала, который не обликует при работе со светом, что немаловажно во время съемок. Идем далее. Крепеж для полноценной камеры. Также для камеры PTZ. Есть переходник на мобилку. Далее идет рамка с качественной тканью для создания необходимой среды, чтобы исключить случайные световые аберрации во время съемок. А теперь сердце нашего телесуфлера. Его микропроцессор находится он в этой нише небольшой. Именно благодаря ему и, возможно, вот эта полноценная автономность и независимость от каких-либо внешних устройств. Вот он, именно здесь. И что немаловажно, программное обеспечение для этого компьютера это тоже наша разработка. Мы сделали максимально простой и удобный для использования интерфейс. Итак, как же всем этим управлять? Есть три способа. Первый способ это стандартный для суфлера педали. Вы стоите перед камерой, ногой нажимаете, текст идет, отпускаете педаль, останавливаете текст. Можете перематывать вперед-назад, то есть совершать какие-то самые простые действия. Сначала непривычно, но пару минут практики и все идет как по маслу. Второй способ, по мне, как более интересный, это кликер. Это небольшой пульт, который вы держите в руке. Его можно надеть на палец, чтобы он никуда не делся. Тут все максимально просто. Несколько кнопок. Держите, текст идет. Отпускаете, текст останавливается. Либо возвращаете текст назад. Стрелочками вы выставляете необходимую скорость. Очень удобно. И третий способ, самый интересный, это управление через мобильный телефон. Хотя кому как удобно, это может быть запросто и планшет, и ноутбук. И для подобного управления не нужно вообще устанавливать какой-либо дополнительный софт. Все происходит через страничку в браузере. Вы просто вводите нужный адрес на страничке и попадаете на страничку, где происходит это управление. Интерфейс очень простой. Вверху квадрат, где вы видите текст, который отображен на экране. В серой зоне, соответственно, то, что идет далее. Покажу основные базовые возможности. Это изменение масштаба, естественно, для вашего удобства. Скорость воспроизведения в цифрах. То есть тут стоит скорость 12. Выставляете любую. Минус, уменьшаете скорость плюс. Увеличиваете. Все максимально просто. Шрифт актера. Это тот шрифт, который видит актер на самом суфлере. Вот у нас сейчас 120. Мы увеличиваем. Смотрим суфлер. Шрифт на суфлере потихонечку увеличивается и форматируется под область экрана. Шрифт оператора. Это тот шрифт, который вы видите на своем мобильном телефоне или другом устройстве. Чтобы отредактировать текст, нажимаете кнопку «Текст». Пишите все, что нужно. Все. И читаете новый текст. И сюда возможно вставить 10 различных текстов. Внизу есть сообщение диктору. То есть если кто-то вам помогает снимать, и нужно срочно до спикера донести какую-то информацию, вы можете написать эту информацию. И нажимаем «Отправить». И появляется сообщение на экране. И этих функций будет достаточно, чтобы в полной мере использовать телесуфлер. Ну и давайте подведем итог. Если у вас много информации, которую нужно донести до участников стрима, вебинара или урока, то наш телесуфлер именно для вас. Он уникален тем, что не требует подключения к компьютеру, потому что в его комплект уже входит микрокомпьютер с нашим программным обеспечением и большой 19-дюймовый монитор. Благодаря чему управление текстом и считывание информации с суфлера во время выступления будет максимально удобным. Ссылку на телесуфлер мы разместим под этим видео. Если вдруг остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием ответим. А вообще ждем вас в нашем офисе, где мы сможем подобрать студию, видеостудию именно для вас и под ваши задачи. С вами был Вадим и лаборатория по проектированию и созданию видеостудий под ключ видеодоска. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok